Нейропсихолог Она где-то около года Обкатка пошла примерно полгода назад И сейчас Финальные тесты Особенность в том, что я уже сказал В небольшом интервью Что мне хотелось материал Упаковать максимально простым Понятным образом Чтобы можно было его давать Людям без медицинского образования Без психологического образования То есть просто людям, которые хотят понять Как работает мозг Собственно говоря, почему рефакторинг Я думаю, что есть больше Айтишная аудитория Поэтому не нужно их сильно объяснять Каким-то другим вариантом Но В первую очередь рефакторинг Это перезапись уже имеющегося рабочего кода Наш мозг Наше сознание Работает Мы люди разумные Мы выполняем какие-то функции У нас что-то там получается Но есть возможность для улучшения Качество этой работы От себя И я считаю, что очень полезно Иметь доступ Понимать Как работает наше мышление Чтобы где-то с этим поправиться И мы начнем с такого крупного заявления Я считаю, что психология является лженаукой То есть это заодно объясняет Таким образом я вообще ко всей этой программе пришел Существуют определенные критерии научности Их много Они есть разные Но можно выделить, скажем так Некоторые основные Которые, в принципе, и любые люди Которые это описывают Как-то упоминают Это, собственно, терминология Методология фальсифицированности Решения практической задачи О каждом сейчас нужно чуть-чуть подробнее Дело в том, что психология Не имеет полноценного Упорядоченного Ни терминологии, ни примената исследования То есть у любого психолога Спроси, что он изучает В Google Би Предмет изучения психологии Результаты будут очень сильно варьироваться В лучшем случае скажут что-то из серии Процесс сознания Процесс мышления Но если спросить психолога За шкирку и спросить А что же такое? То сколько психологов Столько будет объяснений Потому что Ну оно нигде не прописано идеально Что это означает? Что два психолога Могут говорить об одном и том же Но назвать это разное вещание Либо называть одно и то же Как бы общим термином Но подразумевать под этим разные вещи Нельзя исследовать что-то Если мы это что-то Не обозначили То есть мышление Психика Душа кацкицев Это слишком зыбкая вещь Ее нельзя пощупать Ее нельзя измерить И это как бы Я считаю Очень ограничивает психологию И дает И серьезные недостатки Методология Фальсифицируемость Ну собственно говоря да У любой науки Должна быть определенная Возможность ее проверить Все знаете наверняка Про чайник Рассела Или маленького Невидимого розового единорога Кто не знает Повторю Это вот теория Что вокруг Сатурна Там Юпитера Или какой-нибудь другой планеты Летает маленький-маленький Фарфоровый чайник Который настолько маленький Что его с Земли не видно Но он там есть Любой человек Который будет доказывать Что я его там не вижу Я ему скажу Ну ты плохо смотришь Он там с другой стороны Юпитера Мы отправили до спутника А он вот на пролетел Он спрятался за Луной И все И меня не опровергнуть Есть старый анекдот Сколько нужно психологов Чтобы поменять лампочку Удивитесь Что лампочка Согласно меняться Именно То есть Приходит Человек Клиент К психологу У него есть определенная задача Эту задачу обсуждают Решают У психолога Есть какие-то наработанные методы Удалось сделать Замечательно Хорошо Человеку стало лучше Он получил то, что хотел И психолог молодец Те же самые методы Аналогичная задача Не получилась Что значит? Значит клиент Не был готов меняться Этот подход Полностью Снимает Любую Ответственность Психолога А психолог Это тоже человек И он может ошибаться Как бы он сам Не считал иначе Поэтому любая наука В которую нельзя проверить На ошибки Она не может Полноценно развиваться На каждую Разумную теорию Будет два десятка Абсолютно бреду От этого Никто не денешься И это Второй Серьезный Недостаток Психологии И наконец Решение Практическая задача То есть Вот здесь Нужно чуть-чуть Сказать подробнее Я это Пожалуй Даже нарисую Какую задачу Решает Вообще Психология Приводит Человека К чему-то То есть У нас есть Какая-то ситуация Ситуация А В которой Находится Человек Клиент Любой из нас Это может быть Любая ситуация Социальная Какая-то Позиция Карьера Отношения Спортивная Подготовка Здоровье Все что угодно Есть ситуация Б Которой Мы хотим Прийти Начать Либо Закончить Отношения Получить Карьерное Повышение Или сменить Работу Выучиться На что-то Заняться Спортом Похудеть Поправиться Не важно Какая-то Определенная Цель Мы хотим Перейти Из точки А В точку Б Если человек В принципе Не может Этого сделать Этот человек Считается Психологически Нездоровым Это уже Немножко Другая область Это уже Не психология Не психотерапия Это уже Психиатрия Про такие Крайности Мы говорить Не будем Хотя Нейропсихология Здесь Показывается С самой Лучшей Стороны Но Моя программа Направлена На условно Здоровых Людей Что это значит На людей Которые В принципе Добраться Из точки А В точку Б Могут Но Кто-то Это может Сделать Проще Кто-то Может Это делать Сложнее Кто-то Идет Напрямую А кто-то Делает Как бы Самые Разные Заходы В сторону То есть Девушка Хочет Расстаться С парнем В плохих Отношениях Ей все Говорят Что Отношения Ужасные Что Он тебя Не любит Она Сама Знаешь Что Не любит Она Остаться У нее Не получается То есть Она Вроде Знает Что Нужно Как бы Вот Вроде Как Подходит Вроде Уже Почти Готова Но Опять Возвращается Человек Хочет Чему-то Выучиться То есть Выученный Новый Язык Программирования На прошлой Лекции Был Такой Вот Вопрос Он Хочет Выучиться Он Старается Он Записывается На Курсы Уже Много Лет Ни Курсы Он Не прошел Даже Месяца То есть У него Не Получается То есть Это Проблема То есть Он Вроде Знает Что Есть Он Знает Что Нужно Делать Он Даже Делает Более Того Если Он Будет Долго Мучиться Рано Или Поздно У него Это Получится То есть Он Попадет В точку Б Но Это Будет Затрагивать Массу Затрачивать Массу Усилий Это И Проблема Теоретически Именно Эту Проблему И Должна Решать Психология Практическая Задача То есть Убрать Препятствия На пути Сделать Путь Проще Переход Из точки А В точку Б Но На любом Психологическом Тренинге На любом Психологическом Мастер-классе Всегда Будет Достаточно Большое Количество Людей За Всегда Которые На эти Тренинги Ходят Как в кино Как в театре Они могут Знать материал Лучше Чем сам Лектор Который Это рассказывает Но Результат Они по-прежнему Находятся В той стартовой Точке А Никогда Не двоится То есть У них Задача Была Замещена Вместо Того Чтобы Сделать Какие-то Практические Вещи Они по-прежнему Стоят На одном И той же Позиции Просто Изучают Новое 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 Тешат Своя Собства Самолюбие То есть Да Они понимают Что там Проблемы Связаны С окружением Там С прошлым Там Социальным Строем Как бы Там Каким-то Детским Испытанием Ну А толку Если Это ничего Не приводит В результате Я считаю Сейчас Буквально Одну секунду Скажу То есть Я считаю Что в классической Психологии Практическая Задача На самом деле Не переход Из точки А в точку Б А познание Себя И среда Предмет Исследования Сам психолог То есть Происходит Некоторая Подмена Которая Я не считаю Что она Это не значит Что это плохо Но это Немножко Не то Что в принципе Ожидается Да 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 Конечно По психологии Ну Люди Которые Все это Знают Понимают Но при этом Есть Ну То есть Из Дальнего Кризиса Скажем Психологического Материала Который Изучал Было Задано Что Этим Людям Просто Нравятся Решать Эти проблемы Им Нравятся Решать И им Нравится Чтобы Их Жалеть Ну То есть Это Не то Что Они Не работают Те методы Которые Им Даны Это Просто Значит Что Они Действительно Не Хотят И Второй Один Один Самый Простых Это Психологическая Помощь Людям Которые Пострадали Допустим Только что Из горячего Дома Вытащили Дома Подобного Списателей Есть Приденный Набор Сразу Закутать Человека В пледик Чтобы Почувствовать Свою Безопасность И Дать Ему Гружечку С горячим Какао Чтобы Он Продражался Нормально И После Этого Дальше Действовать Со своими Планами То И Это Вроде Все Работает И Это Вроде Тоже Психология Если Я правильно Понял В Конкретной Психологии Тебя Не Устраивает То Что Процент Скажем Так Успешных Действий Он Не Сопостаём С Процентом Неуспешных Не Совсем Но Как бы Да Это Хороший Вопрос И Как раз Это К чему Подвожу То Смотря На Такое Громкое Заявление Что Психология Лженаука Это Не Значит Что Это Плохо И Уж Тем Более Не Значит Что Она Не Нужна Или Она Не Работает Проблема Лженаучности В том Что Ее Ситуация То Если Пришел Человек Который Говорит Что Я Хочу Что То Изменить Вот Ты Сказал Заранее Методами Психологии Предугадать Готов Он Меняться Или Его Устраивает Эта Ситуация И Он Только Думает Что Хочет Почти Невозможно В Этом Проблеме Да Есть Способы Которые Работают Но Они Плохо Предсказуем Когда Мы Отправляем Ракету На Орбиту Мы Хотим Знать Что Нам Нужно Заложить Определенное Количество Топлива Чтобы Доставить Определенный Вес На Определенную Точку Орбиты Чтобы Он Вращался Определенным Образом То То Или Полетел Дальше Или Был Спутником Или Приземлился Где Нужно Если У нас Есть Проблема С терминологией То Получится У американцев Которые Отправили Спутник На Луну Но Вместо Единицы В расчетах Использовали Имперские Данные И он Нечаянно Предсказуем Если У нас Проблема С Доказуемостью То Мы Не будем Знать Пока Мы Не Запустили Долетит Ракета Так На Мы Хотим Или В процессе Авось Удавца Приземлиться Это Работает Но Хотелось Знать Об Этому Заранее Здесь Можно Сказать Немножко Пойти В экскурс В историю То Как Все Это Развивалось Да Несколько Вопросов Когда Закончишь Давай Как Больше Сейчас Можно Как Раз Покупать Пауз Ладно Хорошо Так Во-первых Спрашивают Кто Ты По Профессии Хороший Вопрос Потому Что Я Уже Не Знаю Я Сейчас Занимаюсь Нейропсихологией У меня Ассоциативическая Программа Я Практикующий Психолог В Классической Психологии Специализируюсь На Манипуляциях Теперь Про Историю Немного И Заодно Объясним Плюсы И Минусы Лженаучности Самое Раннее Что Можно Сказать Психологией Мне Кажется Была Даже Не Психология А Католическая Церковь И Институт Исповедия То То есть Даже Тогда Понимали Что У человека Ломается Телега Ее нужно Кузнецу Если Ломается Рука Нужно Знахарю Или что Другое Сделать Иногда Ломается Что Внутри У человека Болит Хотя Вроде Как бы И телега Целая Деньги Есть И Руки Движутся Лучшее Что Смогли Тогда Придумать Сказать Все Хорошо Ты Главное Заплати Вот эти Золотые Монеты И все Равно Пойдешь Прав Некоторым Это Помогало Естественно Не всем Но Лучше Чем Ничего Чуть Позже Ну Сократение Немножко Путь Как бы Сразу Перейдем К Верхам Психоанализ Фрейд С его Психоанализом Практически Все его Теории Были Опровернуты Но Самое Главное Что он Сделал Он Добавил Как раз Психологию Слово Анализ Он Предположил Что все Наши Проблемы Имеют Какой-то Источник И Анализируя Этот Источник Можно Прийти К решению То Что он Искал Его Не там Где Нужно Это Не имеет Никакого Значения Он Приучил Всех Последующих Психологов Анализировать И Это Павлова Развитие Биологов Рефлексной Теории Бехеверисты Предположили Что Нас Можно Объяснить Как Совокупность Рефлексов Кстати говоря НЛПшники От этого Далеко не ушли Они по-прежнему Как бы ушли в сторону И Там До сих пор Топчатся Это Работает Мы Действительно Живем Значительную Часть Времени На Рефлексах То есть Если Мы видим Что-то Хорошее У нас Настроение Повышается И видим Что-то Плохое Настроение Портится Падают Наши Способности Что-либо Делать Но Это Не все Мы У нас Есть еще Некоторая Таковость Внутри Способность Анализировать Наше Собственное Мышление Душа Сознание Абстрактное Я То есть Все что угодно Мы Можем Наблюдать Как Мы Думаем И Исходя Из этих Наблюдений Делать Решение Метамашины Бехевиористы Это напрочь Упускают Собственно НВПшники Это выпускают Поэтому Оно и работает Иногда Чуть Чуть позже С развитием Информатики Пошло Развитие В Когнитивную Психологию Это Уже Вообще Почти Близко Почти Хорошо Когнитивисты Рассматривали Человека И Наше Сознание Как Компьютерную Программу То есть Есть Определенный Алгоритм Как-то Он Действует То есть Его Можно Перезаписать Его Можно Проанализировать Это Похоже На Псевдокод То есть Опять же Айтишники Думаю Псевдокод Замечательная Вещь Он Помогает Понять Что Мы Хотим Сделать Как Оно Будет Работать Как Оно Реагирует Как Оно Реагирует Псевдокод Есть Только Один Маленький Недостаток Он Не Работает Логично Его Нужно Как-то Превратить Собственно Граф Код Именно Это Проблема Когнитивных Психологов Они Рассматривали Наше Сознание Собственно Говоря В отрыве От того На чем Это Крутится А Есть Довольно Большая Разница Между Компьютерными Байтами И Нашими Нейронами В голове Ну Потом Пошли Металлогические Направления Вообще Немножко Какой-то Странный Избрат Когда Одна Техника Конкретная Работающая В определенный Момент В определенной Ситуации Становится Полноценной Школой Это Мне Немножко Странно Вопрос Такой Я Как пользователь Не хочу Понимать Как Психология Работает Я Хочу Просто Уметь Этим Пользоваться Это Нормально? Как Можно Пользоваться Не Понимаю Как Это Легко Не Совсем Это Нормально Это Действительно Нормально Это Значительно Ну Все Хотим Простого Решения Это Замечательно Прекрасно К сожалению Совсем Легко Не Получится Я Максимально Пытаюсь Упростить Свою Программу То Дать Минимальное Количество Теории Но Совсем Без Нее Не Получится То Все Равно Значительная Часть Моей Программы Направлена На то Чтобы Объяснить Как Мы Думаем Как Работает Наше Мышление И Хотя Я Рассказываю Это Без Каких Либо Сложных Ингибиторов Каких Гормонов Либо Отдельных Областей Нашей Подкорки Но Сами Принципы Знать Все равно Нужно Чтобы Просто Знать Что Можно Сделать А Что Нельзя А Также Чтобы Немного Понимать Как Другие Люди Реагируют На В Принципе На То Что Их Окружает Не Взять А Нас Угу Реагируют 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 Реагируют